Использую битрикс24 Друзья, всем привет! Сейчас все включат? Или это я даже? Красиво как-то так все. Друзья, всем спасибо, что пришли, дожили до последнего доклада. Надеюсь на ваше настроение и постараюсь вам рассказать сегодня, как мы у себя в компании используем корпоративный портал, как мы используем его с точки зрения коммуникации, как мы используем его с точки зрения HR и работы с людьми. Немного о себе и о нашей команде. Вот видите фотографию, недавно сходили на Гаверлу, сразу после приглашения сюда на конференцию, прочитали слоган «выше облаков», соответственно, забрались сразу «выше облаков» всей командой. Вот для такого фото, все для битрикса фотографируемся, отойдите все. На самом деле TemplateMonster компания существует уже около 14 лет. Мы разрабатываем шаблоны сайтов для различных систем. Когда-то к нам приезжал Сергей с ребятами, если я помню, это 2006 год, наверное, 5 может быть, и мы планировали разрабатывать шаблоны под битрикс. К сожалению, до сих пор мы попартнерились, мы делали шаблоны для них, но такого какого-то вот у нас они почему-то на сайте так и не пошли. Видимо, тогда русскоязычный сегмент не был такой популярный. И, соответственно, расскажу, с чего все начиналось с точки зрения корпоративного портала. Буквально 3 года назад в компании, где работает 350 человек, я думаю, это нормальная ситуация, стандартная, наверное, в компании, IT-компании, используется порядка 20 инструментов, каждая команда считает себе нужным найти какой-то инструментик. Вот Асана, вот она для нас работает, для вас работает Jira, работаете в Jira и мы работаем в Асане. В итоге на выходе 300 человек работают в 20 системах, которые практически никак не пересекаются. К этому добавляется еще Skype, к этому добавляется Jabber Messenger. И в итоге мы получаем на выходе несинкронизированные системы и, соответственно, мы были в поиске решения этой проблемы. И вот по центру экранчик, это экранчик ToDo-системы, которая существовала 12 лет, с самого первого дня, когда пришел главный программист, сказал, нам нужна ToDo-система, давайте ее писать. Соответственно, он написал, и вот этот экранчик сохранялся 12 лет, по нему видно, да, что ничего там, никакой не bootstrap, никакие там некрасивости, там их просто не было никогда. Вот. Ну и немножко скажу про круговорот информации, собственно, да. Проблема, которая волновала меня лично, это то, как информация распространяется. Как люди вообще узнают про такие новости, которых не существует, да, где они ими обмениваются, и почему после трех презентаций, после какой-то информации на сайте, ты все равно встречаешь с человеком, и он тебе говорит, ой, я не знал про это, ой, а я знаю что-то другое, да, а мне говорили вот так вот, да, и ты понимаешь, что что-то не так работает. Этим нужно управлять. Когда-то информационные схемы, системы не представляли из собой такого внимания, важности, наверное, на курсах менеджерских и так далее. На самом деле это очень важно. И управлять информацией внутри, управлять коммуникациями оказалось мега важным и мега полезным, когда мы это все синтегрировали в одну систему. Я когда-то давно собрал всех ребят и рассказывал про вот такой инструмент. Я его тогда назвал офисной дрелью. Мне хотелось найти какую-то дрель, которая поможет решить ряд проблем. Вот я прям слайды с той презентации пятилетней давности сюда скопировал, которую рисовал тогда вручную. Вот тогда я очень хотел, чтобы инструмент решил проблемы. Рабочие, да, то есть это должностные обязанности, это какие-то чисто рабочие моменты по коммуникации менеджера, сотрудника, сотрудника с другим сотрудником и так далее. Бытовуху, да, это пожиратель времени просто. Это, ой, мне надо уйти, отпуска, не отпуска какие-то, какие-то вот бизнес-процессы внутри, буквально мелкие, какие-то сообщения и так далее. Дальше. Личностно-профессиональный рост, да, это то, как сотрудник растет только с точки зрения инструмента, где он может отслеживать свой рост, где есть какие-то статусы, информация о нем, какое-то онлайн-обучение и корпоративная культура. Конечно, как учил дядюшка Тони, наверное, читали книжку Тони Шея «Доставляя счастье», да, там об этом очень много говорится, когда-то она перевернула взгляд на эти вещи у нас в компании. Вот. Ну и, соответственно, первое, что приходило тогда на ум, когда собиралась вся эта система, это, ну что, надо писать самим, надо писать с нуля, да, это кричали программисты. Об этом даже думал я, потому что на самом деле, вот я тут пару, может, вам знакомы эти компании, как Bamboo, Kine, ну, WordPress я сюда привел, потому что мы думали писать на WordPress, ну, используя фреймворк WordPress, тогда было это удобнее всего. Вот. Ну или написать самим. Конечно, тогда случайным образом нам попался парень, который тогда интегрировал в Bittrex решение, тогда он работал с CMS, с сайтами, но он сказал, я слышал, что у Bittrex есть корпорпортал какой-то, и он, наверное, вам пригодится. Когда мы туда пошли, портал не был в этом дизайне, в котором даже вот предыдущем сейчас, там было все так страшновастенько, как-то outdated, я бы сказал, да. И когда мы это увидели, мы поняли, что не очень он нам подходит. Да, в итоге, в итоге он нам очень подошел. Да, мы в нем увидели то, как мы будем использовать портал дальше, дальше и дальше. Поняли, что писать с нуля нет смысла, и понадеялись вот на самый последний момент возможность дописывать свое. И это, наверное, я не буду рассказывать все преимущества, я вот тут привел пару примеров, что для нас сработало. Самое ключевое – это вот отказ от этих инструментов, о которых я рассказывал. То есть из 20 систем осталось 3. Появился Bittrex, корпорпортал, коробочная версия, осталось Jira у программистов, это понятно, там пересечений пока нет никаких, и еще буквально пару интерфейсов выплат там финансовых моментов. То есть все остальное мы потихонечку-потихонечку затянули в Bittrex. Этот процесс был не очень простым, когда в компании работает 350-400 человек, есть сопротивление, именно поэтому существовали все эти инструменты, но тем не менее получилось. Еще это мессенджер. На тот момент это был Skype, Jabber, Jetalk, и где только люди не общались на самом деле. Кто-то использовал внутри каких-то систем, еще там чаты. Соответственно, собрать информацию было мало возможно. Где-то комментарии. Мессенджер тоже. Это было, наверное, самое сложное, людей пересадить в мессенджер, чтобы они ушли от Skype, ушли от Jabber. Но Jabber мы просто закрыли. Внутренний протокол, он работал внутри, поэтому тут было легче. С остальными надо было людей вовлекать. Ну и живая лента. Этот функционал, я когда-то до выбора Bittrex, вот почему еще Bittrex получился, я нашел Yammer. Может, вы знаете такую систему. У них весь сервис – это живая лента. Я не знаю, кто как там где подсмотрел. Может, Yammer подсмотрел у Bittrex, а может, Bittrex у Yammer. Но у них весь сервис, SaaS-сервис заключается в том, что компания там работает, и там живая лента. Полностью вот один канал коммуникации, группы и так далее. В Bittrex это тоже было все, поэтому здорово. Там надо было использовать несколько систем. Тут сработала всего одна. Ну и самое главное, о чем я вам хочу сегодня рассказать, это не про задачи, это не про то, какие бизнес-процессы можно там настроить, а как эта система сработала для отдела HR, сработала для меня, как для человека, который хотел как-то это ментально объединить. Не только в виде инструментов объединить, но объединить еще и ментально. Вот вы видите один из экранов. Сейчас он немножко уже изменялся. Это путеводитель портала. То есть мы сверху, почему вот коробку еще выбрали? Потому что сверху мы дописывали и использовали модули какие-то, которые помогали нам сделать экспириенс сотрудника в портале более эмоциональным. Вот такой вот у нас экран логина сейчас в портале. Он уже менялся несколько раз. Тоже многие сервисы дают возможность ребрендинга. Я не знаю сейчас как онлайн-версия, я туда не смотрю на облачную. Может вы сейчас скажете, что там тоже можно поменять экран приветствия. Кто-то скажет, может быть это и не важно. Не буду спорить. На самом деле для меня лично это важно. Это брендинг, когда внутри компании ваш бренд для сотрудников больше появляется, больше начинает работать, сотрудник себя больше начинает ассоциировать с компанией. Очень важный процесс – это процесс онбординга. Есть целый сервис, вы видели там Кин, вот был логотипчик, они на этом специализируются. Что такое онбординг? Вы, наверное, слышали, да, это внедрение. Внедрение вроде бы такой себе бизнес-процесс, все просто, пришел человек, резюме, тестовое задание, его пособеседовали, потом приняли на работу, вроде бы все нормально. Но потом он знакомится, соответственно, с инструментами, с коллективом, где он работает. Чаще всего в больших компаниях он там по лестнинке спускается, спускается, спускается к какому-то менеджеру, который ответственный за его интеграцию. Бывает так, может быть не везде, но бывает так, что его посадили, сказали, вот тебе надо, вот Jira, вот тут вот будешь дописывать код, вперед. Где-то как-то поговорили, пообщались, дошло ли дело до истории компании, до того, почему он здесь и кто мы такие. Может быть ему рассказали это на собеседовании, а может нет. Вот этот инструмент позволяет ему об этом как минимум напомнить, напоминать ему об этом все время и все время его вести внутри. Это онбординг. Из чего он состоит? Это может быть, функционал, онбординг на самом деле очень большая. У нас вот он сегодня выглядит вот так, его хочется еще доработать. Это специально подготовленное видео приветствие для сотрудника, когда он заходит первый раз в портал. Это информация про HR команду, то есть он знакомится с людьми, которым будет в принципе задавать большее количество вопросов именно в первый месяц работы. Тут есть контакты этих всех ребят, вот можно видите внизу попереключать. Соответственно, сразу через портал им можно писать. У нас есть такая должность, как people partner, то есть это контакт с HR помимо менеджера, то есть поддержка сотрудника, его там поводили по офису, показали, а вот здесь у нас зал, а вот здесь у нас не зал, а вот здесь кабинет и так далее. Что-то он забыл, он тут же сразу написал им. Вот сделали три карты трех офисов, то есть не теряйся, тоже она интерактивная на самом деле, это не просто картинка, на нее можно нажать, можно посмотреть, где что находится в офисе. Мелочи, правда мелочи, я сейчас не говорю, что это основной фокус компании вот этим заниматься, но когда этим занимаются, эффект чувствуется, он виден, я буду про это говорить, про здоровье компании. Хендбук, это такая себе тоже интерактивная, вот 15 страничек, видите, корпоративная книга, там есть вся информация, он есть в печатном виде, здесь он есть в электронном виде. Это кто мы такие, какие у нас ценности, что мы делаем, какие у нас мероприятия есть, кому бежать, куда идти и так далее. Ну и соответственно, немножко эмоциональной штуки, это связь с галереями, с видео, всякими нашими ивентами, с нашими страницами в соцсетях, именно корпоративными, сотрудник сразу с первого дня может вовлекаться и смотреть. Вот я в принципе все назвал, практически, наверное, но вот скажу, чего мы еще не сделали, что очень хочется сделать, это набор задач от HR. В принципе, в битриксе сегодня это реализуемо с помощью бизнес-процессов. Что хотелось бы добавить, мы сейчас над этим работаем, это когда сотрудник зашел, у него уже есть автоматический набор задач в портале, которые он должен сделать. Принести биографию, принести фотографию и так далее. У него сразу идет коммуникация. То есть это ему не менеджер говорит, не HR бегает к нему каждый раз, а все вот так вот. Потом автоматический опрос, как вы к нам пришли, понравился ли вам наш процесс приема на работу и работа HR. Тоже хорошо бы спросить, хорошо бы проанализировать работу HR, потом с ними поработать на эту тему. Тоже вот тут его не очень хватает. Немножко о внутреннем сайте компании. Вот есть сайт компании. Очень многие, в принципе, западные, крупные ребяток, такие как Google, такие как Apple, я не знаю. В общем, у них сайт, это страничка не только для клиента, который пользуется услугами и сервисами компании. Это страница и для внутреннего потребителя. Вот в PIC есть одесситы. Они на сайте выкладывают всю информацию, все апдейты в соцсетях о компании внутри. И сотрудник, в принципе, может посмотреть, что делает компания глобально, какие новости внутри компании существуют. Но все равно даже в этих случаях на сайт все не выложишь, потому что этот сайт паблик. Есть какая-то private информация, которая будет интересна 100% сотрудникам, но ее не выложишь в паблик. Поэтому вот этот портал, это внутренний сайт компании. И там должно быть все, как для обычного клиента. Ваш сотрудник – это ваш потребитель. Он должен туда зайти, он должен там получить всю информацию, как-то повзаимодействовать. То есть у нас была практика блога, был внутренний форум, но не так это решает эту проблему. Форум, есть форум, туда люди ходят разговаривать по топикам. Блог, есть блог, это просто новости. Сайт – это что-то большее, это то, где можно интерактивно что-то делать. Поэтому вот такой портал внутренний у нас – это внутренний сайт компании для сотрудника. Немножко по функционалу. Профиль в портале может быть разный. Если тут присмотреться, то сейчас не все работает, но мы постепенно модульно это делаем. Это по каждому сотруднику можно увидеть его карьерный рост внутри компании, его какие-то заслуги. Тут появятся в будущем бейджи, какие-то кьюдос, я сейчас о них расскажу и так далее. То есть здесь не просто какая-то ключевая информация, кто он такой и как его зовут, а полная информация о нем. Его интересы, пересечения. Мы даже делаем такие интерактивные карты, сколько у нас гитаристов в компании. Ты нажимаешь и видишь, 400 человек работает. И это интересно, это вовлекает людей в работу на каком-то другом совершенно уровне. Его тяжело описать. Немножко скажу о том, что вот эти аватарки, вы, наверное, знаете, кто форумы запускал внутри. Люди любят, особенно программисты, это их вообще любимая работа, делать себе крутые аватарки. Аватарки каких-то монстров, каких-то там еще так далее. Мы сделали сразу по-другому. Мы закрыли возможность менять аватарку. И мы взяли и отфотографировали всех сотрудников. То есть сделали пятидневный фотосет, сидел фотограф, ждал, чтобы отфотографировать сотрудников. Кто-то все равно умудрился прийти в какой-то шляпе, сказал, я в ней буду фотографироваться. Его было тяжело отговорить. Но это не какие-то там монстры, не какие-то картинки. Сразу увеличилось понимание людей, с кем они работают. Он его увидел в коридоре, он его потом увидел в Битриксе. Он нажал, о, это этот чувак, точно, это Саша. То есть люди стали лучше знать друг друга в лицо. Нет на корпоративе таких людей, которые ходят и думают, ой-ой-ой, я первое все в жизни вижу, как тебя зовут, мальчик, где ты работаешь, в каком отделе. Дальше. Раздел «Новые монстры». Теперь другая сторона онбординга. Вы пришли, для вас все показали, рассказали, компания круто, классно, а для других кто вы? Хорошо, если в вашем отделе менеджер сделал эту работу. Он сказал всем, друзья, сегодня к нам пришел Сережа, Сережа, расскажи о себе. К сожалению, на моем личном опыте, такое случается очень редко. Обычно менеджер заводит человека и потом его спрашивают, может быть на обеде, мальчик, а ты кто? Он говорит, я Сережа, буду у вас программировать. Так бывает. Поэтому у нас есть в портале раздел «Новые монстры», и каждый раз, когда человек приходит на работу, мы его берем, он, соответственно, появляется информация про нового монстра внутри, с его фотографией и с информацией о нем. Вот тут прикольная история в том, что была идея, чтобы люди делали маленькую презентацию ЧПЭК, тысяча на 600, о себе, как бы коллаж, да, вот оффлайновый. Соответственно, это тяжело. Вы понимаете, даже новым сотрудникам тяжело это сделать. У нас это такой, как бы, был мини-этап тестирования, насколько сотрудник гибкий, насколько он вообще коммуникабельный, как он выполнит эту нестандартную задачу. Вот. Но, если честно, эксперимент немножечко провалился. В итоге мы начали просто они просить у них фотографию, которую они бы хотели поставить, они дают фотографию, но вот такие ребята тоже находятся. То есть вот 10% вот таких ребят, которые говорят, я сделаю сейчас, приносят, говорят, вот такую хочу. То есть вот он в фотошопе отработал, вот, ну, соответственно, как-то себе заявил. Это его возможность, да. Внизу он тоже пишет свой текст. Я субъективно считаю, что каждый человек должен писать уметь, что-то о себе написать, говорить. Да, не у всех это получается. Многие говорят, дайте мне список вопросов. Я не могу написать о себе, дайте мне список вопросов. Но это тоже элемент какого-то собеседования и тестирования. Бейджи в Битриксе реализованы слабовато. Да, вы, наверное, кстати, я что-то совсем упустил один момент. Друзья, а кто вообще пользуется Корпорталом? Поднимите, пожалуйста, руки внутри, в компании своей, да. А, отлично, отлично. То есть вы знаете, что такое бейджи в Корпортале, да. То есть бейджи в портале здесь на сегодняшний момент реализованы в виде 12, 24, да, ну сколько там, 20 иконок заготовленных, которые специально подобраны под определенные ивенты, да. Да, и есть функционал награждения, типа такого, я не помню, как эта вкладочка называется сейчас, где ты можешь выбрать бейдж, он автоматически тебе говорит, а кому этот бейдж дать, да, не только кому отправить, а кому его еще и дать. Вроде все здорово, да. Но получается, что их использование внутри, оно какое-то такое не очень, ну, бессмысленное, можно сказать. Вот с днем рождения поздравить, вроде бы норм. Дать, типа, окей, классно отработал, тоже вроде бы эмоционально нормально. Но хочется чего-то большего. Вот есть ребята русскоязычные, пряники называются. Кто слышал про пряники? Пряники, вот, молодой человек один слышал. Здорово. Эти ребята пошли дальше, они доработали этот функционал, они сделали новую живую ленту. Кстати, мы их не интегрировали, только потому, что, я не знаю, как сейчас, но они, во-первых, дороговаты для 400 человек, во-вторых, они делают в портале свою ленту, еще одну ленту. Вот, не знаю, может, что-то они сейчас проимпровили, но это была, наверное, основная причина, почему мы отказались, потому что нам не было интересно, чтобы в одной ленте люди видели, как они дают друг другу пряники, ну, у них этот концепт, да, у них вместо награждения у них и пряники, валюта такая внутренняя, за которую можно покупать что-то потом. Идея здоровская, реально. Но для этого отдельная лента, а в этой ленте у тебя то, а в то и то, ну, в общем, как-то нам не понравилось. Не понравилась эта интеграция с Битриксом. Вот. В чем смысл основной? А смысл в том, что геймификация, да, нужно придумать какие-то способы, которые позволяют сотруднику взаимодействовать с компанией в виде игры, да, геймификация бизнеса, наверняка слышали о таком термине. Так вот, вот эти бейджи можно связывать с ценностями компании. Вот пряники это недавно, не так давно реализовали, а пять лет назад это уже было реализовано у одной из компаний. Что они сделали? У них есть компании, допустим, 10 ценностей. О них людям рассказали. Вот мы ценим вот это, вот это, вот это и вот это. И когда сотрудник дает бейдж какой-то другому, да, он выбирает, за какую ценность он дает этот бейдж. Да, допустим, кто-то ему помог безвозмездно и быстро что-то сделал. А ценность компании была в том, что мы гибкие и быстро работаем, допустим, эффективно. И он, когда его пишет спасибо, да, он ему дает именно этот бейдж, и у того сотрудника появляется уже рейтинг. Да, вот эти все, они называют это кьюдос, а там это пряники, да, они дают пряники за определенные вещи. В итоге потом все это можно трансформировать, появляется баланс, и можно это уже использовать. Как я вам сказал, пряники, допустим, сделали внутренний корпоративный магазин. Вот вы, вот так как вы не знаете, как раз расскажу вам, да, у них есть специальная вкладка внутренний корпоративный магазин, и потом за эти пряники можно просто заказывать вещи из этого магазина. Конечно, компания что туда делает? Она туда дает всю свою брендовую продукцию, какие-то блокноты, футболки, чашки, кто-то дает там поход в кино и так далее. То есть вроде бы мелочи, по бюджету мелочи, но в итоге вот это все взаимодействие людей вовлекает, и они более лояльно относятся к компании на выходе и получают удовольствие от работы в ней. Клубы. Вот такая вот у нас есть страничка функциональность. Немножко буквально расскажу в двух словах про клубы. Это просто обучающие инициативы внутри, но смотрите, когда мы проводим инициативы внутри, есть какой-то… Я хочу уточнить… Сколько у меня еще есть времени? Ага, я просто помню, что 15 минут было у меня. Хорошо. Есть инициатива, вы хотите провести какую-то лекцию для сотрудников. Какой-то программист вызвался, я сейчас буду рассказывать про скрам. Здорово, вроде бы. И оно все получается. Но чтобы сделать вот такую оболочку клубов, постоянного обучения, вот многие сотрудники говорят, мне не хватает обучения, подшлите мне на конференцию, я там похожу кофе попью, обучусь. Компания может это сама сделать внутри. Но чтобы сделать эту оболочку, портал отрабатывает на 100%. Когда это все есть внутри портала, когда человек видит, что происходит в клубах, когда он может подавать туда идеи, регистрироваться там внутри, а технически это сделать очень просто на самом деле. Он понимает, у него эта галочка, пимтик уже сама, а, обучение, все, меня тут обучают. Даже если он туда не ходит. Понятно, что HR заботится, у них есть показатель, да, вовлеченности, и они с этим показателем работают. Идеи и мечты. Очень быстро. По-моему, в стандартной поставке, подскажите, в Bittrex 24 облаке есть? Есть идея раздел? Есть, да? Вот. В коробке есть тоже, да? Когда-то в Одессе у ребят из Netpeak мы посмотрели раздел мечты. То есть, когда человек дает идею, мы обязаны на нее отреагировать. Мы себе так сказали, да? И у нас есть ответственный человек, когда кто-то написал идею, у нас есть в HR человек, который реагирует на эту идею. Он не оставляет ее без ответа, да? И чтобы подать какую-то идею, мы просим людей заполнить больше полей, да? Сказать, для чего? А что это даст эта идея, да? Чтобы как-то красиво отработать. Но очень часто люди начали постить идеи «хочу в космос полететь», да? «А давайте там будем производить блокноты». Да, вот классная идея вроде. И он не может заполнить эти поля. Поэтому для этого работает классно раздел мечты. Мечта — это та же самая идея. Мы сдублировали этот раздел просто у себя, но убрали обязательные поля. Человек может просто написать заголовок и написать свою мечту. Вот что ему хочется? И очень здорово, когда мы, просматривая мечты, можем их выполнить. То есть кто-то пишет, что я хочу, там, я не знаю, вот целый такой опус на тему, чего я хочу. Кто-то пишет, я хочу в горы пойти. А кто-то пишет, я хочу коврик. Коврик, чтобы он у меня держал руку вот так вот хочу. Это же не идея, да? Это просто мечта. И тут у нее через неделю появляется коврик. Что нам стоит, да, коврик ей подарить? Что с человеком, что с окружением вокруг, да? Все начинают писать мечты, я хочу коврик. Дальше. Быстро. Встроенные попапы для фана, да? Когда в битрикс человек заходит, мы просто у него спросили, выбери, как ты вообще сегодня, чувак? Он раз нажал, да? Мы потом показали, а сегодня настроение компании вот такое. Это тоже работает. Если это еще выводит на экран, вообще здорово, но надо следить за погодой, потому что когда плохая погода, есть тенденция к тому, что не очень хорошо с настроением, да? И опять же спрашивать что-то другое. Кстати, спрашивать можно внутри портала, когда человек залогинен, а можно спрашивать на логинскрине. То есть, допустим, вам нужно сделать опрос. Чаще всего люди на 60-70% вовлекаются, где-то на 30, где-то нужно форму какую-то заполнить, люди не хотят это делать, а нам надо спросить их, да? И мы можем сделать этот запрос, опрос, вернее, анонимным, обязательным при входе в Битрикс сегодня, потому что Битрикс их основной инструмент. Они не могут работать без Битрикса, ну, без портала, да, этого. И они туда заходят, а тут им опрос. И говорит, типа, пройдите до 25 ноября. Он говорит, не хочу, закрыл. Вот тут уже 24 ноября, ему опять выпало. Он, не хочу. 25 выпало, а не хочу нельзя. Надо только пройти. И это работает. Поздравление сотрудника с годовщиной. Это то, как мы сегодня используем бейджи. Кстати, если вы обратите внимание, у нас есть юзер, называется TemplateMonster. Это такой обезличенный юзер, от которого HR-цы взаимодействуют с сотрудниками. Тоже круто сработало, потому что были моменты, а кто должен писать этому, а кто должен награждать этого. Сделали такой корпоративного юзера, обезличено, вот мы это делаем. Поздравление сотрудника, просто поделюсь практикой, работает на 150%, хотя тяжело внедрить. Каждый менеджер, у которого есть сотрудники, поздравляет человека с годовщиной. 350 человек, соответственно, таких поздравлений много, но вы просто не представляете эффект. На самом деле, каждый из вас, если бы у вас в компании это было, и вы увидели бы поздравление кого-то другого, вы бы считали дни до вашей даты. Реально, потому что, когда вас поздравляют с годовщиной работы в компании, мало того, что там пишется какая-то такая информация, вам интересно услышать паблик информацию, что вам скажут, но это только начало. На самом деле, все классное отбывается в комментариях. Когда этот пост отправляется на компанию, и человек действительно его знает в компании, он получает 150, 200 комментариев, люди там добавляют видео. То есть это реально праздник человека в году в компании. И на следующий год, он просто уже все, он ждет его. Цель, конечно, такая, чтобы менеджер, когда писал поздравления, он аккумулировал информацию вот за год работы. Не просто кто он такой, вот, о, этот такой-то чувак, а что в следующем году писать? То есть чтобы он говорил, что именно в этом году человек достиг. Ему будет вдвойне приятно, это вдвойне приятно, лучше будет работать. Пропускаю, чтобы быстрее, очень коротко еще скажу, любые инициативы, вот почему коробка опять, мы хотим много реализовывать. У нас был Монстр Клаус. Кто помнит от Новой Почты инициативу на Новый год в прошлом, позапрошлом году? Скрытый Санта был. Никто не посылал подарки из вас? Не посылал. В общем, это такая крутая инициатива, когда человек получает получателей, посылает ему подарок, получатель не знает от кого. И, соответственно, каждый друг другу посылает подарки в компании. То есть на Новый год у нас под елкой семь дней подряд кучу подарков. СМС-ка приходит человеку на телефон, он идет, забирает свой подарок. Он не знает, кто ему подарил, он кому-то достался. Соответственно, ему достался кто-то другой. И вот так вот по кругу. И когда ты пишешь, что ты хочешь, ты пишешь, что ты хочешь на Новый год. Кто-то пишет, хочу книжку какую-то, кто-то пишет, хочу в космос полететь, но ему дарят книжку все равно. Кто за это все отвечает? Как это делать? Конечно, HR. Но для больших компаний, у нас в компании, конечно, это специальный человек, не полностью специальный только для этого, но это человек, который в том числе отвечает за вот эту вот работу, за корпоративную культуру. И портал для него – это инструмент. Он использует этот портал для того, чтобы внедрять свои какие-то вещи. Буду пропускать. Как померить? Что это даст? Что даст эти вложения? Что даст эта работа? Зачем это все делать? Вот тут как раз хотел рассказать про здоровье. Это оздоровление компании. Это видно без померить. Видно, как люди реагируют. Видно их комментарии. Видно, как они вспоминают или ждут каких-то анонсов, постов. То есть это видно внутри. Такое вот оздоровление, омоложение людей. Но это можно и померить. Есть такой показатель, как НПС. Кто-то знает про НПС? Слышал? Есть картинки. Это просто, в принципе, если в двух словах сказать, то это вопрос, насколько сотрудник, либо ваш клиент, но тут в данном случае сотрудник, посоветовал бы своему лучшему другу работать в этой компании. Соответственно, после этого опроса получается, что все делятся на вот эти три группы. Раздражители, пассивные ребята и промоутеры. Соответственно, это способ померить, сколько у вас в компании промоутеров. Сколько людей, которые посоветуют работать в вашей компании. Это гибкий показатель, который меняется. Есть специальный сервис. Опять же, в коробку его можно добавить. Он будет сам спрашивать и сам показывать вам детали, а как же НПС меняется. Он будет спрашивать раз в три месяца каждого сотрудника. Очень коротко еще про проблему переизбытка информации. Когда в портале работают много людей, живая лента просто взрывается. Человек как-то у нас будет такой вот, если это описать, он говорит, я ушел в отпуск на три дня, прихожу и четыре дня читал ленту. Соответственно, как бы есть такая проблема, это переизбыток информации. Когда 400 человек что-то как-то где-то пишет, не помогают ни группы, как бы не помогают, ну группы, вот я хотел, кстати, сказать про группы, они, конечно, помогают. Если бы это был поток, вообще поток, то хана. Но то, что мы добавили внутри, это мы разделили группы на рабочие группы и нерабочие группы. То есть человек в рабочих группах, он обязан там реагировать, он обязан прийти и посмотреть, что там происходит. Соответственно, фильтрация, которая вот в Битриксе есть сверху, ее пока недостаточно для того, чтобы сделать живую ленту чисто, ее не хватает чуть-чуть, ее гибкости, для того, чтобы человек только в рабочих группах вел. Есть умное слежение, вы, наверное, знаете, что это такое, но оно не сильно хорошо отрабатывает. Но фильтровать нужно и действительно работать с этим возражением по информации тоже нужно, потому что люди при внедрении сразу начинают возмущаться, что я тут буду делать, я не хочу это все читать, зачем оно мне все приходит, потом мы их обучали, как можно отписаться от нотификаций и так далее. То есть такая проблема есть, ее нужно решать. Даже просто перепрыгиваю, немножко расскажу про что дальше, хотя вот сегодня мы когда общались во время конференции, я понял, что вот что дальше для меня и что дальше для Bitrix24, немножко разные вещи, потому что мы IT-компания. Для нас дальше это интеграции. Например, мы бы хотели, чтобы в живой ленте была интеграция со всеми нашими другими вещами. Вот вы знаете про Slack, я специально скрипт скинул. Кто пользуется Slack сегодня? Кто-то пользуется? Не пользуется. Вот об этом мы и говорили, что да, это больше айтишная штука, когда ты в Slack. Slack это как живая лента, это такой мессенджер, чат, все в одном, группы, поиск, там все удобно очень. И он мощный тем, что в Slack интегрируются все инструменты. То есть вы, грубо говоря, в Slack можете видеть все, что происходит. Если вы разработчик, вы видите, как там DevOps что-то меняет, там где-то что-то код выливается, там где-то что-то происходит. Вы видите, что тут происходит в HR и так далее, и так далее, и так далее. Заканчиваю и советую почитать запаса. Если не читали, это, наверное, самая такая сильная книга, доставляя счастье, которая переворачивает немножко взгляд на все эти вещи, взгляд на корп-культуру, на то, как работают люди с корп-культурой именно, что они вкладывают в это, чтобы компания была здоровой, веселой и счастливой. Именно поэтому про доставляя счастье. Это не только про сотрудников у него и про клиентов. Starbucks навсегда, конечно, тут меньше про корп-культуру, но тоже про то, как фокусирование на своих сотрудниках, на их счастье и удовлетворенности базируется успех компании. Ну и, соответственно, то же самое про работу мечты. Тут совсем другой подход. Тут вообще так все не нужно, там, холократичная организация, все не нужно, все нужно. Только персонал, только работа, но тоже что-то можно подчеркнуть. В общем, я посоветовал бы вот эти три книжки прочитать обязательно. Ну и спасибо большое за ваше внимание. Спасибо большое за ваше внимание. Спасибо большое за ваше внимание. Спасибо большое.